Клубы дыма и вой сирен. На складе завода массовых шин перевернулся погрузчик. Разлившееся топливо загорелось. По легенде учений, огонь перекинулся на готовую продукцию. Есть пострадавшие. На их спасение и устранение последствий ЧП брошены все силы и техническая мощь огнеборцев. Наши ребята достаточно показали высокий уровень профессионализма. Кроме этого, было задействовано порядка 48 работников Министерства по изучению ситуации. Я имею в виду работников Бобруйского горного отдела, включая пожарно-аварийно-спасательный отряд. По охране объектов у Белшина было задействовано порядка 11 единиц техники, пожарный поезд, 2 единицы техники объекта. Эти учения проходили в рамках республиканского семинара оперативно-тактического блока МЧС. Он собрал бобруйские спасатели с разных уголков страны. Эпицентр событий – промышленный гигант Белшина. Завод относится к первой группе объектов особой важности. Ведь в технологическом процессе используются твердые горючие вещества и легко воспламеняющиеся жидкости. Безопасность здесь на первом месте. Такие крупные учения с участием руководства МЧС страны впервые проводятся в таком масштабе. Тренировка нужна для того, чтобы своевременно принять меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, для того, чтобы люди были готовы. Самая захватывающая часть учений – эвакуация. Гостям семинара и руководство промгиганта продемонстрировали штурмовой способ спасения. Вертолет Ми-8 поднял с крыши здания условных рабочих канатом «Фастроуб». По еще одной легенде произошло брушение конструкции. Для разбора завалов и спасения пострадавших на место ЧП прибыла спасательная группа предприятия из шести человек. Добровольцы оснащены ручным электрическим и пневматическим инструментом. Условные пострадавшие были успешно деблокированы и переданы работникам медпомощи. Их роль исполняла санитарная дружина. Как показывает практика, добровольные гражданские формирования, а это обычные слесари-вальцовщики и вулканизаторщики, могут по первому зову прибыть на место ЧП и помочь огнеборцам в ликвидации его последствий. Учения прошли хорошо, без происшествий, по личному составу, без травм. Так что всем спасибо, кто принимал участие, кто готовил место проведения. И я хочу верить, что такой силой мы сможем победить любую чрезвычайную ситуацию, ликвидировать. Слаженная работа людей в погонах и гражданских показала, если случится беда, тяжелых последствий можно избежать. Но лучше, чтобы ЧП вообще не случались. Эти учения получили высокую оценку от министерства.